Ездить в общественном транспорте по-прежнему нужно в средствах индивидуальной защиты. Следят за соблюдением масочного режима во всех видах транспорта. В неделю проходит порядка 80 проверок. В рейдах, организованных профильным городским департаментом, участвуют не только его представители, но и сотрудники предприятий-перевозчиков, добровольная народная дружина и правоохранители. График сформирован таким образом, чтобы контроль осуществлялся ежедневно, в основном и в часы пик, утром и вечером. Мы продолжаем свою работу, потому что наша главная задача, чтобы люди в транспорте, они чувствовали себя уверенно, защищенно и безопасно, и никакая инфекция там не распространялась. Только за прошлую неделю на нарушителей составили семь протоколов, а за весь период с сентября прошлого года – 498. Антимасочникам грозит штраф до 30 тысяч рублей. Решения принимаются судом с учетом всех обстоятельств. Если после замечаний проверяющих нарушение устраняется на месте, никаких санкций не последует. Так, за неделю в ходе рейдов 187 человек по своей вине не смогли продолжить поездку. Требования находиться в маске от начала и до конца рейса предъявляются к водителям и кондукторам. По традиции каждый понедельник мы начинаем с инструктажа наших экипажей. Водители, кондукторы получают все защитные средства необходимые в рейсе. Стоит отметить, что нам на горячую линию очень часто своевременно сообщают о том, что либо кто-то из пассажиров без маски находится, либо экипаж, водитель или кондуктор спустили эту маску. Кроме того, для безопасности в период пандемии весь подвижной состав регулярно моют и дезинфицируют. Эта работа на транспортных предприятиях организована круглосуточно. Салоны машин и вагоны обрабатывают специальным раствором. Большая часть жителей Самары прислушивается к рекомендациям санитарных врачей и исполняет постановление губернатора о необходимости масочного режима в общественных местах. Некоторые заблаговременно надевают маски до того, как сесть в транспорт. Как же по-своему понимаешь, понимаете? Я вот сделал прививку, поэтому боюсь от вас заразиться, от вас. Поэтому вот я делал маску. Также в Самарской области продолжают улучшать сервис для пассажиров. Так с сегодняшнего дня станет доступно мгновенное пополнение социальных проездных и всех видов транспортных карт. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации Самары. Мэри Елчан, Сергей Балскин, События.